Мы стреляем в тех, кого надо стрелять. Спасаем тех, кого надо спасать. И кормим тех, кого надо кормить. Такова мантра банда, о которой мы с вами сегодня поговорим. Банда преступников, диссидентов и вольнодумцев, которые решили отказаться от коррумпированной системы власти и вместо этого жить по собственному кодексу. По мере того, как цена на их головы продолжает расти, растет и борьба за свободу. Банда Вандерлинде, также известная как Парни Датча. Преступная банда, показанная в Red Dead Redemption 2 в качестве главной фракции Артура Моргана. Банда также упоминается в Red Dead Redemption, наряду с появлением нескольких его бывших членов. В Red Dead Redemption 2 нам уже показана сама банда. И по ходу прохождения сюжета у нас появляется много вопросов. О том, какие события были до начала сюжетной кампании, до Колтера. Поэтому сегодня я вам расскажу историю этой банды. Как она становилась, что пережили члены банды до появления ее в игре и что их всех связывает. Устраивайтесь поудобней, не забудьте взять с собой чашечку горячего чая или кофе, а мы начинаем наш рассказ о банде Вандерлинде. История В корне банды лежат судьбоносной встречи двух грабителей, Датча и Хозия, которая произошла примерно в 1877 году. Датча и Хозия встретились у костра по дороге в Чикаго. Хозия попытался обмануть и ограбить Датчу, понял, что Датч сделал то же самое и обокрал его. Они оба увидели мастерство друг друга и рассмеялись, решив объединиться и вместе смотреть в будущее. Так была основана банда Вандерлинде. Примерно в это же время Хозия встретила женщину по имени Бесси, которая впоследствии стала его женой. Датч убедил Хозию, что они могут достичь искупления, грабя богатых и отдавая бедным. Датч имел анархистское видение мира без вмешательства правительства или корпорации. Дикую утопию свободного давления и нетерпимости цивилизации. Он считал себя революционерами, считал, что эта банда может послужить примером для тех, кто последует их примеру. Они начали выкидывать фокусы и сорвать людей, которые, по их мнению, заслуживали это больше всего. Пара оказалась в городе Каттеринг, штат Огайо, где они начали проводить аферу над несколькими людьми. Они выдавали себя за международных торговцев, заставляя 12 местных жителей покупать акции на 300 долларов в вымышленную португальскую судоходную компанию. В конечном итоге они были обнаружены и арестованы шерифом Кармайклом. 9 марта 1877 года пара сбежала из своей камеры неизвестным способом, связав и ограбив шерифа в процессе бегства. В том же году, когда они встретились, пара наткнулась на 14-летнего сироту по имени Артур Морган. Он был непослушным ребенком, и они решили взять его под свое крыло. Научив читать, писать, стрелять и другим полезным навыкам. Примерно в это же время Дача завела романтические отношения с женщиной по имени Сьюзен Гримшо, которая также стала членом их банды. Банда формально действовала как семья, проводя долгие ночи, играя в покер и другие игры, а также заботясь друг об друге. Например, Бесси научила Артура играть в домино. В какой-то момент банда завела собаку по имени Коппер, с которой Артур особо сблизился и начал о ней заботиться. В эти ранние годы Хози и его жена пытались двигаться и совершили путешествие по таким штатам, как Ньюгановер и Лейман. Хози немедленно вернулся в банду, объясняя тем, что не в силах бороться с собственной преступной натурой. Бесси понимала его борьбу и не препятствовала моральной борьбе Хози. Дач также порвал отношения со Сьюзен и в какой-то момент связался с женщиной по имени Аннабель. В 1885 году Дач наткнулся на группу жителей Ленойса, готовившись повесить мальчика за кражу. В итоге он спас ребенка, которого звали Джон Марстон, и привел его в банду, научив читать и стрелять так же, как он и учил Моргана. Артур и Джон стали как братья, и Дач часто читал им книги с персонажами, такими как Эвелин Миллер и Уолдо Эмерсон, хотя большинство концепций было выше головы мальчиков. Дач воспитывал мальчиков на своем анархистском мировоззрении, прививая им недоверие и ненависть к правительству. Он сказал им, что Америка создана для того, чтобы вызвать апатию людей. Он будет проповедовать, что месть глупая игра и они никогда не должны убивать хладнокровно. С годами многие члены банды думали, что Джон был любимцем Дачи и золотым мальчиком к большой зависти других. В 1887 году банда совершила первое ограбление банка. В два часа дня Хозия, Дач и Артур ворвались в банкирский дом Лии Хойта. Артур поднес к кассиру пистолет и потребовала, чтобы тот поднял руки. Дач тогда провозгласил «Мои прекрасные патриотические друзья и я собираемся освободить вас от части этого золота и познакомить несколько человек с благами цивилизации». Банда сбежала с пятью тысячами долларов золотом. После ограбления они задержались в городе, ходили по лачугам и приютам, раздавали деньги. Примерно в это время, вероятно из-за этого ограбления банка, Дач стал разыскиваемым человеком с наградой за его голову. Между 1887 и 1899 годами банда совершила примерно 37 различных ограблений банков в различных местах по всей стране. В один момент в прошлом Дач и Кольм Адрискал, руководитель Адрискалов, заключили сомнительное перемирие между ними. Так как Дачу не нравилось, как Кольм обращался со своими людьми, в то время как Кольм высмеял Дачу за его философию о попытке сделать лучший мир. Хотя точная причина неизвестна, Дач нарушил перемирие, когда убил брата Кольма. В отместку, Кольм убил любовницу Дачи Аннабель. Ее смерть сильно разозлила и опустушила Дача. Оба события привели к кровной вражде между двумя бандами, которая продолжалась годами. В первые годы существования банды, они действительно помогали нуждающимся и пытались изменить ситуацию. Дач однажды даже отругал Артура за кражу из дома бедняка, сказав, что это не делает их лучше тех, против кого они сражаются. С годами Дач постепенно разочаровался в обществе, поскольку мир вокруг него становился все более организованным и цивилизованным. А растущая централизация правительства продолжала посягать на его идею свободы. В конце концов, банда перестала давать деньги бедным и помогать другим, сосредоточившись исключительно на заботе о себе и обеспечении собственного выживания. Дач даже позволил банде участвовать в заимствовании через Леопольда Штрауса, который часто нацеливался на людей низшего класса, за которых банда ранее боролась. Вместо того, чтобы просто ворвать, банда к великому огорчению Хози тоже начала убивать. Несмотря на свои возражения, Хози оставался верен Дачу, хотя его лояльность к его идеям и вера постепенно ослабевала и в конце концов исчезла с годами. В течение следующих семи лет банда путешествовала по всей границе, совершая множество других ограблений и преступлений в соответствии с новыми ценностями Дачи. За это время банда набрала около дюжин новых членов, обычно людей, которые хотели сбежать и жить вне обычного общества. Неясно, когда большинство членов банды присоединилось. Примерами этих новых членов были Мак и Дэви Келандеры, которые были братьями, описанными как прочная пара ублюдков и служили стрелками для банды. Карен Джонс была мошенницей, которая попала в банду в результате случайной встречи во время грабления повозки. Мэри Бетт была молодой женщиной, которая попала в банду, когда ее преследовал кто-то, кого она только что обчистила. Тилли Джексон покинула свою предыдущую банду Формана после того, как она убила двоюродного брата Энтони Формана, который является лидером банды. Она жила на улице, пока не встретила дачу, который взял ее к себе и научил читать так же, как Моргана и Марстона. Саймон Пирс, бывший начальник военно-морского флота, был спасен дачем от других ростовщиков. Ему предстояло стать коком в лагере. Орвилл Суонсон, пастор, страдающий алкоголизмом, и пристрастием к Морфию. Однажды спас жизнь дачу, тогда тот предложил ему постоянное место в банде. Дядюшка был мелким вором и пьяницей, который присоединился к банде. Из-за его личности он заработал репутацию немного халявщика в банде, но они позволили ему остаться из-за его способности развлекать их и делать то, что они хотели, когда его просили. Шон Магуайр был молодым ирландцем, который пытался грабить и убить дача и Хозьо в Норт-Элизабет, но позже был принят в банду. Молли Аши была девушкой, которая бросила свою богатую семью в Дублине в поисках приключений и романтики. В один момент она присоединилась к банде, где стала новой любовницей дачи. Джосайя Трилони был еще одним аферистом, который стал лоялен к банде, в результате чего он начал действовать качестве информатора для дачи, как больших, так и в малых масштабах. Из-за своей работы он мог приходить и уходить из банды, когда ему заблагорассудится. Никогда не вступал в непосредственные отношения с другими членами банды, кроме самого дача. В какой-то момент неназванный член банды предал банду, но позже был пойман и убит в лагере банды. В 1894 году пьяный ветеран по имени Билл Уильямсон попытался грабить дача, но дач просто посмеялся над ним. Поначалу это приводило Уильямса в ярость, но дач подбодрил его и взял в банду, дав ему цель и смысл жизни. Биллу не доставало обычного интеллекта, но он компенсировал это своей неизменной преданностью дачу и банде. Примерно в это же время дядюшка познакомил банду с проституткой по имени Эбигейл Робертс, которая вступила в банду и имела сексуальные отношения с несколькими членами банды. В конце концов Эбигейл завела отношения с Джоном и вскоре забеременела. Джон отказался взять на себя ответственность за ребенка, настаивая, что это не его ребенок. Ребенок, который звали Джек, впоследствии был воспитан бандой. Когда он вырос, он познакомился со многими членами банды, такими как тети и дяди, поскольку банда считает себя всей семьей. Когда Джеку было около года, Джон бросил своего сына и банду, что сильно разозлило Артура Моргана, который увидел в этом акт предательства. Примерно через год Джон вернулся в банду, в то время как дач и многие другие члены, возможно, встретили его со спростетными объятиями. Артур так и не простил Джона за его действия, что приведет к личному расколу между ними, который будет неуклонно расти в течение нескольких следующих лет. В 1895 году вороя кур, дач наткнулся на молодого мексиканского мигранта по имени Хавьер Эскуэлла, который тоже воровал кур, чтобы выжить. Хавьер был голоден и одинок, поэтому дач взял его в банду, накормил и одел. Хавьер, бывший революционер, был близок к философии банды и начал боготворить дача. Хавьер в последующем станет одним из самых преданных бандитов. К 1898 году банда оказалась в Монтане. Хози поймал несколько крупных лососей, планируя устроить пир для всего лагеря, пока Копер не найдет и не съест рыбу. Вскоре после этого собака скончалась. После пожара и некоторых неприятностей на севере банда двинулась на юг и восток, медленно и извилисто спускаясь через северных гризли, чтобы сбить с толку тех, кто их выслеживал. Затем они провели несколько месяцев в пустыне, зимой они в основном держались западных пред горе горы, еды было вдоволь и некоторое время банда жила в мире. Дач в конце концов получил наводку на какую-то землю для банды, чтобы купить ее для своей дикой утопии. Но это либо не соответствовало критериям дача, либо он заподозрил, что правоохранительные органы наблюдают за ним и банда снова начала блуждать. Пересекая горы гризли, банда подобрала нескольких новобранцев. Первыми из новобранцев были Леня Саммерс и Чарльз Смит. Поначалу Хози не был уверен в Лене, но постепенно они стали уважать друг друга и подружились. Леня был грамотным еще до вступления в банду и пытался использовать свои знания, чтобы научить Шона читать. Чарльз привык жевать в одиночку, но был удивлен тем, как справедливо Дач относился к нему, несмотря на его расу, и решил остаться, найдя место, где он чувствовал себя своим. Примерно в это же время банда подобрала двух новых членов. Дженни Кирк, которую нашли брошенные на обочине, и Мику Белла, который спас жизнь дачу. Дач встретил Белла в местечке под названием Кроншноу Хилл, когда пытался нелегально продать золото. Дач, оскорбив некоторых местных жителей, что привело к ссоре, которая вероятно закончилась перестрелкой, Мика вмешался и спас ему жизнь. Ограбление парома. К 1899 году банда прибыла в штат Вест-Элизабет и решила разбить лагерь на окраине города Блэквотер, который переживает процесс индустриализации. В конце концов Мика убедил Дачу ограбить паром, перевозившую деньги из банка, а Артур и Хози запротестовали, полагая, что риск слишком велик. Несмотря на это, Дач решил, что реализация ограбления стоит риска и пошел на него. Они также обследовали несколько безопасных мест в штате Нью-Остин, чтобы банда могла залечь на дно после ограбления. Ограбление пошло не так, как планировалось, так как Пинкертон и, по словам Хавьера, прибыли подозрительно быстро. Все обернулось к худшему и между бандой и полицией завязалась перестрелка. Предположительно, в эту стрельбу был втянут Лэндон Риккетс, которому позже пришлось бежать в Калифорнию, а затем в Мексику. В пылу страсти Дач схватил и, по мнению Хавьера, жестоко убил невинную девушку по имени Хэйди Маккорд. Джон, Мак, Дженни и Дэви были застрелены в последовавшей бойне, но сумели сбежать, так как последние двое получили гораздо более серьезное ранение, чем Джон, из-за чего позже они умерли. Шон и Мак в конечном итоге отделились от остальной банды и друг от друга. Мак, по-видимому, не очень далеко. Он был обнаружен детективом Эндрю Милтоном на грани смерти от ранений, полученных в драке. Детектив Милтон попытался расспросить его о банде, но Мак отказался сдавать свою банду до самого конца. Милтон, понимая, что не даст никаких данных, быстро убил Мака. Милтон продолжал саркастически описывать это как убийство из милосердия. Шон сбежал с Белк Уотера, но в конце концов был схвачен охотниками за головами Айка Скельдинга, которые планировали продать его Пинкертоном. Вот такая предыстория у Red Dead Redemption 2. Как видите, банда Вандерлинды в начале игры уже пребывает не в лучшем своем состоянии и по ходу игры ситуация будет лишь ухудшаться, что совершенно по-разному скажется на каждом из членов банды, но и это уже, как говорится, совсем другая история. Всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и прожимайте колокольчик. И как вы могли заметить, это первая часть истории банды Вандерлинды, так что давайте наберем 100 лайков, чтобы вторая часть вышла намного быстрее. Новый видеоролик уже готовится и совсем скоро выйдет на канале. Всем до встречи!